МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуатора в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Не справился с управлением, врезался в бетонный столб и погиб. На днях в селе Федоровка произошло ДТП со смертельным исходом. Мужчина 86-го года рождения двигался на своем автомобиле ВАЗ-2110 под дачному массиву «Луч». Судя по всему, водитель потерял управление над своим авто и допустил столкновение со световой опорой. Удар пришелся в пассажирскую сторону автомобиля. В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте аварии работали сотрудники Тольяттинской госавтоинспекции. Они оградили место ЧП и обеспечивали беспрепятственный проезд автомобилей. Следователь опросил свидетелей. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. В субботу на Комсомольском шоссе столкнулись два автомобиля. Водители машин по итогу ДТП оказались в больнице. Как стало известно, водитель Тойоты двигался со стороны портпоселка Лагус во встречном направлении. По предварительной информации, владелец Тойоты потерял управление над своим автотранспортом и машина оказалась на полосе встречного движения, где машины и столкнулись. Предполагаемый виновник аварии оказался за пределами проезжей части в Кювете. Оба автотранспорта получили серьезные механические повреждения. К месту дорожной аварии направили сотрудников службы 103. Врачи осмотрели обоих водителей на месте. Было принято решение об их госпитализации. Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. В 10-м квартале в эти выходные во время пожара погиб мужчина. Сигнал о возгорании в малосемейке по адресу Свердлова, 24, поступил ранним утром. Сообщалось, что в одной из квартир пожар. Жители подъезда почувствовали едкий запах гари и вызвали пожарных. Когда огнеборцы проникли в квартиру, в одну из комнат они обнаружили мужчину. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни. Его сосед надышался дымом, и ему требовалась госпитализация. Но мужчина ехать в лечебное учреждение изначально отказался. Позже гражданин все же обратился в больницу. Личность погибшего установили. Им оказался мужчина с 72-го года рождения. Со слов жителей дома, погибший вел моральный образ жизни. Причину, из-за которой произошел пожар, предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания. В воскресенье в 14-м квартале неизвестный во время прогулки с собакой украл из припаркованного автомобиля ВАЗ-2114 рюкзак с инструментами. Кража произошла на парковке у дома номер 43 по улице 40 лет Победы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина подходит к машине, открывает багажник, берет рюкзак, а после скрывается в неизвестном направлении. Автор видео сообщает, что рюкзак был с инструментами, общая стоимость которых составляет весьма крупную сумму. Если вам что-либо известно о злоумышленнике, просьба сообщить информацию по телефону, который вы видите на своих экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова